Всем привет! Добро пожаловать на мой канал у микрофона Роман. В данном выпуске расскажу как настроить окна чата, вкладки и сохранить настройки так, чтобы в следующий раз, если возникнет такая же ситуация, вы могли настроить вкладки в два клика. В видео присутствует тайм-код для быстрого перехода от одного раздела к другому. Если в данный момент игра запущена, то выходим из неё. Открываем мой компьютер, далее переходим в мои документы, далее ищем папку с игрой и открываем данную папку. Если вы вдруг коллекционируете сделанные в игре фотографии как я, переименовываем её и вырезаем из данной папки другое место. Далее возвращаемся в папку мои документы, выделяем папку с игрой ArcheAge и удаляем её. Следующий шаг. Открываем игровой центр и через него находим «Открыть папку клиента игры». После перехода в данную папку нас интересуют всего две папки – BIN32 и BIN64. Заходим в обе папки и находим приложение ArcheAge. Чикаем правой клавишей и выбираем свойства или как показано на видео на примере Windows 11. После открытия свойств переходим в вкладку «Совместимость» и там ставим галочки «Запустить данную программу от имени администратора». Применяем данные настройки и закрываем окно. Далее нам необходимо перейти в папку Temp. Как зайти в данную папку? Для Windows 7, 10 и 11 примерно одно и то же. Открываем «Мой компьютер». Переходим в вкладку «Вид». Там выбираем «Параметры» и выбираем «Изменить параметры папок и поиска». Откроются «Параметры папок». Переходим в вкладку «Вид». Прокручиваем вниз. Ставим галочку «Показывать скрытые файлы, папки и диски». Применяем и закрываем окно. После чего открываем «Мой компьютер», «Диск С», «Пользователь», «Своё имя пользователя», «Апдата», «Локал», «Тэмп». Переходим в данную папку и удаляем всё из папки. Тут хранится весь мусор, собранный за всё время существования компьютера. Также советую сделать данную папку игроком себе на рабочий стол для удобства очистки компьютера от хлама. Следующий шаг. После проделанной работы открываем игровой центр и запускаем игру. Первый запуск игры будут стоять дефолтные настройки. И нам с вами придётся настраивать всё заново. Каждый настраивает и подбирает настройки под своё железо. В моей конфигурации компьютера я выставил всё на максималку. Как только мы настроили, применяем настройки и заходим в игру. Зайдя в игру, настройки интерфейса сбились. Пропал весь чат на дефолтный. Поправляем и настраиваем чат с вкладками. Также в игре появился новый межсерверный чат. Как я настроил вкладки под себя, смотрите далее. В окне чата нажимаем на плюсик. И в появившемся окне называем вкладку под себя. После создания вкладки, чикаем правой клавишей и выбираем настройка вкладки. После перехода в настройки вкладки, нас встречает новый интерфейс настройки вкладки. В данной вкладке 4 основные подгруппы. Это общение, система, бой и общие. Данные настройки являются индивидуальным составляющим игры и каждый игрок настраивает так, как ему необходимо. А как у меня вышло настроить себе, смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok После завершения настроек чата и вкладок под них и размещения всего интерфейса под свои нужды, можно смело выйти из игры. После выхода из игры, открываем мой компьютер, переходим в мои документы. Находим папку с игрой архейдж, чикаем правой клавишей по папке, копировать и вставляем в мои документы и будет надпись архейдж копия, так как там будут сохранены все ваши настройки на случай, если у вас собьются настройки. Вот и все настройки, которые мы сделали с вами. Спасибо за просмотр. Если вам понравился выпуск, оставляйте свои комментарии, также ставьте пальцы вверх или вниз. А я с вами на этом прощаюсь.